Вы какой-то водой сейчас подсунете, пожалуйста! Не надо! Пожалуйста! Не боюсь! Социальный опрос показал, жители России самым страшным кошмаром считают сделать бутерброды, налить чай, принести все это в постель, завернуться в одеяло и забыть пульт от телевизора. В эфире шоу в черной-черной комнате. Меня зовут Игорь Жижикин. И сегодня мы снова посмеемся над чужими страхами. Сегодня, как всегда, в нашем шоу произойдет битва полов. Мужчины и женщины будут бороться за почетное звание «Смелая половина человечества». И я представляю наших участников. Певец Митя Фомин. Я справлюсь со своими страхами. Если они, правда, и существуют, то сам. Митя боится воды. Если с кем-то в паре, я могу проплыть и идти в океан. Аквафобия. Непреодолимый страх воды. Певица и актриса Виктория Дайнека. Я не трус, но ее боюсь. Виктория очень боится темноты. Чтобы заманить ее суда, мы соврали, что наше шоу называется не в черной-черной комнате, а просто в комнате. Заманили таких. Нектофобия. Панический страх темноты. Телеведущий Денис Гребенюк. Очень часто вполне довольные жизнью люди, у которых все есть, ищут себе приключений. В борьбе с собственными страхами или с чем-то, с чем мы не можем справиться сами, очень помогает взгляд со стороны. Денис, я знаю, что вы как огня боитесь огня. Еще я боюсь воды и медных труб. Перафобия. Невротический страх огня. Советская и эстонская певица, неподражаемая Анне Вески. Чем черт не шутит, если выживу, значит ничего, больше мне страшно не будет. Анне боится управлять автомобилем. Я не боюсь так ездить, как боюсь остальных машин. Чем больше машина, рядом автобус или трейлер, мне кажется, он меня задал. Амаксофобия. Боязнь управления или нахождения в автомобиле. Капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Ты что делаешь, хулиган? В бабушку стреляешь, совсем дурел? Тут чего-то действительно страшно. Хочется реально забояться. Это правда, Андрей, что больше всего на свете вы боитесь опоздать. Я один раз опаздывал на пояс, прыгнул на уходящий состав, и мне чуть не оторвало. Но это реальная совершенно история. Так какой ужас. После этого, Андрей, я думаю, в нашем шоу вам вообще ничего не страшно. Хронофобия, невротический страх, нехватки времени, боязнь опоздать. Певица, актриса, телеведущая Алена Асверидова. На самом деле, я темноты вообще не боюсь. Может, это связано с тем, что, извините за подробность, но каждую ночь хожу в туалет. И для того, чтобы не просыпаться, я обычно это делаю с закрытыми глазами. Алена очень боится непредсказуемых вещей. Как-то иду я однажды поздно ночью, и вдруг из-за кустов, пацан! Закурить не найдется, не курю с тех пор никогда. Субитофобия. Страх непредсказуемости, неожиданности. Актер, член команды КВН «Уральские пелемени» Вячеслав Мясников. Помните, россияне, алкоголь и поход. Вещи не совместимые. Я очень боюсь летать на самолетах. Вячеслав, и как вы выкручиваете ситуацию? Вы что, запрыгиваете в самолет на ходу и выпрыгиваете так же? И выпрыгиваю, и запрыгиваю. В общем, по-разному. В нашем шоу вы будете летать сам. Авиафобия. Боязнь летать на самолете. Певица Сати Казанова. Когда человек недостаточно себе верит, недостаточно себя слышит, он боится. Сати боится электричества. Сати, если вас сегодня в нашей черной-черной комнате вдруг ударит током, не надо сильно расстраиваться. Ведь в этом будет не только минус, но и плюс. Электрофобия. Непреодолимый страх электричества. Фобия – это острая эмоциональная реакция на то, чего в реальности нет. Проходя испытания, наши участники сталкиваются со своими страхами и узнают правду о себе. В черной комнате не так страшно, как может быть в обычном сне. В ней нельзя увидеть кошмар. Зато его здесь можно услышать и почувствовать. А я, Семен Альтов, покажу вам, что на страха можно еще и посмеяться. Итак, наше первое испытание придумано специально к приходу Сати Казанова. Участникам говорят, что в черной комнате висят провода под напряжением. Но на самом деле там всего один абсолютно безопасный провод, который переносят ассистенты. А удары током имитируются звуком. Задача участников – как можно быстрее пройти к выходу, не задевая проводов. Сати, кому как не вам побороть наше электричество. Судя по напряженному лицу Сати, в ее жизни были ситуации более приятны, чем та, которую предложил первый канал. Мама, это вот обычная реакция женщины на удар электричественным током. Почему она держит руки вот там, где она их держит? Отчетный инстинкт женщины. То, что подвергается наибольшей опасности, прикрыть в первую очередь. Я не туда иду, по-моему. Мам. Ну, миленькая, вот и все, обошлось. Сати, прошу. Прошу. Да. Страшно было Сати. Расскажите. Как ощущения? Я зря сейчас вспотела. Я так надеялась, что я интуитивно буду чувствовать пространство. Да ни хрена, там ничего не чувствуется вообще. Следующим будет электрик Вячеслав Мясников. Ух, я слышу провода. Вячеслав, держись, дорогой. Это уральские пельмени, город Свердловский. Я сам родился в Свердловске. А нас Свердловчан, блин. Электрическим током не напугаешь. Там, кстати, на Урале магнитная аномалия, поэтому электричество от нас отскакивает. Людям, живущим в нашей стране, чем их можно напугать? Что такое электрический ток для россиянина? Мелкие брызги. Тем более всему приходит конец. Твердая земля. Еее! Победа. Я же делал гирлянды на елку, сам скручивал. Там какие-то проводки мне постоянно бьют. Ты скрабь. Вы меня на место поставите или что? Ошмар какой-то. Куда? Да? Пока еще током не ударит. У меня после волнения всегда зевота. Да. Я буду сейчас зевать, пока мне прям. Я тоже что-то волнуюсь. Я на концертах не волнуюсь. Я что-то прям объясняю. Замечательная певица моя любимая. Не девочка, а как себя храбро держит. Смотрите. Электричество все возрасты покорны, хочу сказать, Аня. Ой, а вперед нельзя. Ну? Ха-ха! Я закрою тебя своей грудью. Говорящая змея. Снова пшикай на нас паром. Это кипяток! Он ошпарил мне руку! Черт! О! А почему руки наверху? А, прикрыть голову, правильно. Самое главное, чтобы не пострадало. Ау! Остальное это черт с ним, главное. Главное – голова. В одной из прошлых программ участники тоже получали заряды бодрости. А-а-а! Как? Ой! Мамочка! Ну, вернемся в настоящее. Ну как? Ну как? Страшно? Пока я не поняла. Да? Пока я не поняла. Очень смешно смотреть, как люди проходят. Ну и мы так же проходили. Это пиар-акция. Запомните людям таким способом. Почему бы и нет? Да. Смотри, вот видишь, руки держат вот так, что если что-то треснуть. Он богатый воображение. Он переступает через кочки, через суча. Вот уходит от электричества. Куда же это? Оно везде. Ну никто не сказал, что надо месяц ходить в тренажерный зал, чтобы здесь все эти сгибы сделать, да? Ты в электрическом поле. Класс! Жизнь прожить, не электрическое поле перейти, я бы так сказал. Но получал парень. Ну мне показалось, Денис просто молодец. Он сбился всего два раза. Прям геликанская звезда, да? Ты понимаешь? И он, главное, шел, да? И постоянно вот это держал в камеру. То есть он понимал, что его снимают. Я сейчас представляю себя, вдруг, кстати, Казанова прошла. А все это с достоинством, как человек, который боится электричества. Она прогнулась везде и прошла за 3,8 секунды. А я прошел за минуту. И поэтому еще два раза меня ударило током. Ну, Алену, профессионал, посмотрите, как идет. Как будто в лучах прожекторов. Легко, свободно. Как поет, так и идет. Видите, какие-то телодвижения у него замечательные песни овечка. Вот что-то навеяло. Алену, вот совсем-то. Ну, она в хорошей форме. Она, да. Видишь, все. Прошла так быстро. Это она самая быстрая. Очень быстрая. И я очень медленно шла. Алена, прошу. Алена, вы в позе краба практически прошли это испытание. Это потому, что было так страшно или это специальная тактика такая? Ну, страшно не было, если честно. Серьезно? Да. Безусловно, я сразу не поверила, что нас будут током лупить. Но как-то это негуманно совсем по отношению к артистам. Сердце стучит, как трамвай на мосту. Это он храбрится или наоборот он себя успокаивает? Все будет хорошо. И так током. Вообще, это хорошая идея первого канала. Вот эта передача о темноте. Можно же пойти дальше. Танцы в темноте. Бои в темноте. Почему бы нет? Так. Вроде как и получше. Вроде как легче. Счет. Так, молодой человек. Чего-то побаивается, пригнулся. А глаза такие, как будто зомби. Да. Что-то давит. Совесть. Совесть. Я не понимаю. Угрызение совести выглядит именно вот так, в темноте. Что-то хочет увидеть. Ну, хотя бы с дорожки не сбился. Идет по корону. А ты сбилась, ты тоже с этой дорожки ушла? Да. В прошлых выпусках участники сталкивались с таким же испытанием. Попробуем. Посмотрим, как справятся остальные. Я заблудилась. Ну, как дела? Ты малорик вообще. Твои глаза, они подражаемые были. У них был написан весь ужас. Ладно, весь ужас в жизни. Интересная метода, вы смотрите. Отклониться назад, отчетно надумаешь, и тогда удар током будет мягче. Надо идти красиво, улыбаться. Черт возьми. Не, ну, это хорошо сейчас заружать. Там-то не до этого. То есть такое ощущение, что ток у нее внутри. Не снаружи, а внутри. То есть проводам должно быть страшно. Куда я пойду больше? Электризованная девушка. Нет, собери стряпочку. Я боюсь, правда. Да не бойся. Все останутся живы. В рейдере написано. Все остаются живы. Я встать не могу, я боюсь. Малыш, ну давай. Жалко ее даже как-то. Боюсь. Хочу к маме. К маме. Все хотят к маме. Я никуда не пойду. Плакать нельзя. Даже вода очень опасна. А, да. Электричество. Ну, кстати, ведет себя абсолютно по-жирски правильно. Вот боится, плачет и вызывает сочувствие. И кажется обаятельной. Всем ее жалко, хочется на ней жениться. Не, ну ей очень страшно. Видно, что она... Да, как она плачет. Что она не играет. Бедняга. Что у девочки просто тихий ужас в глазах написан. Так, давай, малыш, пришел, пришел. Ну. Хороший способ, смотрите. Ой, молодец. Потому что это еще было. Все равно женщина, следи за тем, как она выглядит. Вика, Вика, вы самая мужественная. Дайте я вас обнял. Самая... Самый мужественный участник, Виктория. Мне было страшно. Страшно, когда в темноте ограничивают как-то твое движение. И когда, если вдруг ты что-то сделаешь, будет больно, например. Смотрите. Терминатор. Робот-вертер. Андрей Рожков, даже в темноте, он мне симпатичен. Хороший актер. Веселый. Я же электрик. Я же знаю, что это все ерунда. Кайф ловит. Есть люди, которые получают кайф от ударов электрическим током. Черт. Что-то было. Правильно. Если жить, то получать удовольствие. Правильно. Смешно. Ой, блин. Кто-то меня бьет. Поехали. Доволен. Ну, правильно. Это же подзарядка. Человек подзаряжается энергией на долгие годы. Прямо по зубам. Ребята, я только зубы вставил. Теперь эти зубы навсегда. Обратите внимание, что он к концу стал моложе, чем был. Все. Вот такая процедура. И я впервые видел человека, которому смешно, когда его бьют током. По зубам причем. Это вообще интересно было. Ну, все на месте? Сейчас посмотрим. Да, вроде на месте все. Детские игрушки. Для электрика третьего разряда. Андрей Борисович Рожков. Привет! Привет! Мне реально было весело. Знаешь, что ты хуже всех прошел, Андрюх? Знаю. Я сейчас боюсь, что меня выкинут. Все шли вот так. То есть все понимали, что там ничего нет? И шли вот так просто. Особенно Вика. То есть, а ты что-то там вот это делал. Не понятно зачем. То есть мы же все поняли, что это веревки обычные. Мы же вас настроим специально. Ага. Ну что, друзья, как вам наше первое испытание? Веселенькое. Вы нас обманули. Кто-нибудь захотел взять самоотвод? А-а. Ну, мы идем дальше. А-а. Против. Единогласно. Отлично. Следуйте за мной. Оказалось, что мужчины и женщины одинаково боятся электричества. Подвое участников от каждой команды встанут у люков. Под случайно выбранным участником люк окажется открыт. Лозеры! Смотрите на нас! Раз! Что ж такое-то? Два! Боже мой! Три! Друзья, нас покинул Денис Гребенюк! Денис Гребенюк боится ожогов и огня. Он прошел всего один конкурс, но мне показалось, что больше всего он боится не победить. И страх не победить сжет его больше, чем огонь. Далее в программе вы узнаете, почему ванна... Я наполню ванну слезами. Иногда лучше предпочесть душ. Господи, она движется. Вот она. Ну что ж, все вы немного устали, поэтому предлагаю немного освежиться и принять ванну. В полной темноте участник сидит в ванной. За три попытки он должен угадать, что или кто попал к нему в воду. Звуковой сигнал дает понять, прав участник или нет. Итак, первым принимать ванну в нашу черную-черную комнату отправляется Андрей Рожков. Я наполню ванну слезами. Ну, Андрей, готовься. Сейчас тебе добавить по вкусу. Что ж туда? А, я-то знаю. А он не знает. Ну что? Ну это... Это точно рыба. Ой, пугай! Пошел. А-а-а! Что это такое? Не-не-не, ничего страшного. Ты же мужчина. А-а-а! Ну, вспомни молодость. Что это такое? Сосиска! Молодец. Темнотея Сезанья обостряется. Так, это что такое? Да, ванна все-таки дома приятнее. Утята! Как это он так угадал? Я бы ни за что не догадался. У него небыкненно развито осязание. Девчонок панический страх вызовет это все. Алена будет самая храбрая. Вперед! Потому что она все-таки уже снималась с фламингами. Ее уточки не испугают точно. Ха-ха-ха! Буду молчать, как партизан. Розовый фламинго, дитя заката. Розовый фламинго, систем звалка в дата. Ой! Называется «Как вы просили». Рак. Да, не самое приятное. Бывали вещи в ванну у меня и поприятнее, как и у Алены, я думаю. Ой, сосиска! Точно сосиска! Ну, это для Алены. Как орешек щелкнуть. Я жалову. Так, а теперь... Ой, фу-фу-фу! Ай, медуза! Ай, рыба! Ай, правильно. А вот что-то дальше неправильно. Рыба! Ближе, теплей, теплей. Ай, деда! Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Вот это ближе к названию, да. Лишь, деда, я! Рыба! Рыба, черт! Не измелья! Лучше поднять руки и сдаться, Алена. Ай, руки! Мамулечка, это что-то другое. Она живая, что ли? Слушайте, ну это какая, я не знаю. Это югорь, что ли, а? Я тебя позиционирую таким человеком, ну для себя прежде всего, что я ничего не боюсь, я все могу, я сейчас вас всех тут порву. Но оказывается, нет, все-таки никуда от своей женской сущности не уйдешь и будешь визжать, пищать и вообще, ну все, что свойственно. Зачем после электричества, чтобы люди пришли в себя и сажают в эту ванну. Оно плавает! Это, ага, это сосиска. Нет, сарделька. Сарделька, да? Так сосиска или сарделька, вот это, кстати... Чёртовка! Пару, 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 пару! Ой, ты что, ты пользуще гады? А! А-а-а! Это было этот... Ну вот как это по-русски, как это по-русски? Ну, с усами колючей, клешни подсказывают. Рак! Я просто не знала, чего ожидать. Но где-то в душе думала, где-то рыбка будет или что-то такое. А эти пыли не похожи рыбкам. И поэтому я их как-то боялась больше. А-а-а! Ой! Ну, как я один раз уже почувствовала, что она меня не укусит, я его взяла, оказалась с Абелькой. Когда-то в советские времена магазины стояли больше аквариума, там плавали рыбы. Вот посадить такую девушку, как бы бойко пошла торговля, такая рекламная акция. Что там? Там рыбки плавают, видишь? О, какие-то рыбы прямо большие. Ну да, у меня вот такая гада, скользкая. Ну, рыба. Так, ну, живые. Ну зачем мне рыбка? Ну, не женское это дело, щупать в воде непонятно кого. Господи. Господи, она движется. Боже. Я не могу поймать. А, сосиска. Ну, сосиска, все как профессионалы. С закрытыми глазами буквально сосиску вычисляют. Ну, а сейчас что нам подкинули? Так, сосиска была. А-а-а! Раковые клешни. Да? Ух, слава богу. Слава богу. Все? Я думаю, мужчины справились с этим чуть попроще, по крайней мере, менее эмоционально затратившись, потому что они же более, ну, толстокожие, что ли. Мы-то такие... Ну, готов. Сыпьте. Ну, Вячеслав всегда молодцом. И на сцене, и в аквариуме. Это рыба. Сука, уголь, уголь. Так, это страшная вещь. А сейчас что ему подсунули? Это овощ. Нет. Дирижабль. Что это такое? Руку страшно засунуть. А, это мясо. Что ж оно такое-то? Даже не знаю, это что, поросячья голова, что ли? Воняет. А я перед тем, как идти, думаю, ну, руками не пойму, буду нюхать. Голова. У-у-у-у, это башка. А, значит, я угадал первый. Ну, давай самое страшное. Бывали в Рожкову. Дохлого Рожкова бросает. Премиальная игра. Что это? Что это такое? Это ты должен сказать, что это такое. Они спрашивают нас. Что это такое? Ты там не один, вот это точное ощущение. У вас там несколько. Рыба-пила или рыба-меч. Вот кто-то из этих. Блин, я на них не пойму. Черт возьми, что это такое? Это колючка какая-то. Нет, не колючка. Это рак. Нет. Ба-а-а. Напугались. Я боялся, что я все-таки в соревновании. Я хочу выиграть. Поэтому я боялся не угадать. Дайнека, я думаю, сейчас Виктория, она... Надо будет спасать его. Я боюсь, что... Ну, пожалуйста, мне очень страшно. Виктория молодец. Она плачет уже заранее. Главное настроиться. Правильно. Ну? Это как детишки заходят в воду. Сначала по коленку, по пояс, присели. Все. Расслабилась. Это же еще все только впереди. Что же там кидают? Что это? Это веревка. Что это? Пояс? Колготки? Колготки. Я бы тоже смеялась. Колготки, да. Ну, женщина это должна знать. Как и мужчина, кстати. Ой, это игрушка. Да? Ой, это игрушка. Смотрите, успокаивается, начинает нравиться. Сейчас посмотрим. Входит во вкус. Что это? Если так боится сарделик, тогда лучше не жить. Это сосиски? Ну, здесь надо кричать. Абсолютно права. Абсолютно права. Кричит правильно. И вы прыгаете. Жизнь дороже. Я все-таки в этом испытании радовалась тому, что меня ничто не съест, меня ничто не убьет. Ну, конечно, рыба была в конце очень неприятна, но настолько неприятно, что я сразу ее отгадала. Олечь, можно? Ой, как потом? Как у себя думаете, я бы расселся, будто сейчас ему принесут завтрак в постель. Ну что, пьявки и лягушки. Я, два, три, ной. Черт, противно. Противно. Ты знал, на что ты шел. Угарь просто такой противный. Он такой длинный, и он уползал. Я сначала думала, он дохлый. Я сначала думала, это какая-то все-таки рыба. Это какие-то такие продолговатые, типа, мурены. С муренами ты бы не так сидел, дорогой мой. Мурен не знаешь. Ты входишь целиком, выходишь половина. Потому что у змей другая структура, они вырываются. Другая структура кожи. Какие слова употреблять? Структура кожи. Может быть, это ментально? Нинтай. Начитанный мальчик. Может, это миноги? Я думал, что это угарь. Вот что такое. Вот это угарь. Это что? Это рак? Это рак. Что-то такое. Я зацепил хвостик. И свой, дай сюда. Интересно, что думает в это время рак? Это рак. Вот касается человека, думаю, господи, что же это такое? Нет, раков никто не спрашивает. На них всем плевает. Но ловит кайф от раков. Что же они там такое ему трогают? Почему сейчас Исак все боятся? Непонятно, что это такое. Давайте сарделька. Я по образованию биолог, врач, мне это близко. Конечно, неприятно было все это ощупывать руками, потому что не хочется руками касаться того, что тебе неведомо. Далее вы увидите. Раз. Как наши звезды порой близки к провалу. Три. И почему яблоко – это тот еще фрукт. Яблоко! Блин, меня схватил какой-то человек. Слава! Это не облаков! Кто быстрее тогда? Мне кажется, ты быстрее всех угадал. Ты прям сразу раз, раз. Я бы никогда не полез. Ты знаешь, как будто так быстрее. А вдруг... Сочистка. Вот так. Как будто знала ответы. Сочистка. 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 Это старая девочка. И тебе сказали, скупаем. Скупаем маленько, попарь там мозги всем, чтобы... Ну что, друзья, все просохли? Да. Да. Следуйте за мной. И снова силы оказались равны. Подвое мужчин и женщин испытают свою судьбу у люков. Кто покинет соревнования, знает только случай. Раз. Два. Два. Три. Витя упал. Дмитрий Фомин заявил, что он боится воды, когда не видно дна. Но если есть кто-то рядом, то ему спокойно. Мне кажется, что это тема одиночества. Иногда очень сложно какие-то вещи признать, но проговаривая их, с ними потом легче жить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...